Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 55. Новый Завет. 2 Коринфянам 10.2 Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к Твой твердой смелости, которую думаю потребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Толкование Блаженного Феофилакта. Прошу, говорит, не вынуждайте меня сильно воспользоваться моей силой, ибо словом смелость называет силу свою, которую думаю потреблять, то есть которую предполагаю, думаю или намереваюсь, так как меня вынуждает к тому употребить против клевещущих, будто мы лицемеры и хвостуны, ибо это значит слова, что мы поступаем по плоти. Заметь, что смелостью называет намерение ответить некоторым, хотя намеревается сделать это не за себя, но за проповедь. Научителю более свойственно быть медленным в наказаниях, нежели тотчас же прибегать к ним. 2 Коринфянам 10.3 Ибо мы, хотя во плоти, но не по плоти воинствуем. Толкование. То есть, хотя мы обложены плотью, но пользуется неплотским оружием. Рассуждает о проповеди, показывая, что она не человеческое дело и не имеет нужды в земной помощи. Когда же говорит воинствуем, то внушает такую мысль. Мы ведем войну и вступили в брань. Комментарий Игнатия Лавкина. Апостолы проповедь считают своей спутницей, наградой, матерью, рождающей чад. Там, где нет проповеди, ничего этого нет, но только сорняки и пустыня и скотомогильник. 2 Коринфянам 10.4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Иногда возмущаются некоторые священники. Как так скотомогильник? Я говорю, ну а как вы назовете? Иисус пришел к погибшим овцам Израиля. Овцы. Что это такое? Мы приехали в Шарщина, там где пилили, а воевающих держат. И никто-то насыпал там отравы или что, и 20 овечек дохлые. Ну вытащили, там овечки валяются. Что это такое? Это не кладбище, для людей кладбище, для скотины где валяются, скотомогильник. Давид говорит, когда я не разумел Бога, как скот был пред тобою. Скот, а Господь говорит, погибшим овцам Израиля. Когда скажут, что мощи кланятесь, трупа поклоняйте, трупы. Как так, мощи трупы? Ну Христос, говорит, где труп соберутся, Христово тело труп. И убьет, когда Илью и Иноха, и бросит трупы их на улицы. Ну неужели какая-то Матрона вышита? А тут мощи, лжица, сращица. Это сорочки. Поехали. Толкование. То есть, ни богатство, ни слава, ни сладкоречие, ни ласкательство, ни лицемерие, ибо таковы оружия плотские. И плотские. И сказал, но духовное. Так, конечно, должно бы сказать противоположное слово плотские, но сильное, намекая на то, что плотские оружия слабы и бессильны. Смотри, насколько он чужд гордости. Не сказал, мы сильны, но оружие сильное богом. То есть, бог сделал их сильными. Поскольку были гонимы и мучимы, что казалось бы, свойственно слабости, то, говорит, сильное богом, ибо через это свойственно открывается сила бога. Особенно. И он есть действующий и сражающийся, хотя оружие носим мы. В чем же сильное? В разрушении, что-то твердынь везде через ее написано, читается твердынь или твердынь? Твердынь. А тут везде йо стоит. А каких твердынь? Об этом говорит ниже. Этими оружиями, говорит, излагаем мудрование эллинов и их гордость, или извлекаем их умы и души из заблуждения, которым они заражены, и покоряем их истине. Так ум и надменность Ариапагита отвлечены были от нечестия и покорены благочестию. Заметь, что не сказал употребляем стенобитные орудия, но просто разрушаем. Этим показывается легкость, победа и сила оружия. 2 Коринфянам 10.5 И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Покование. Продолжают и насказания, чтобы уяснить желаемое. Хотя бы, говорит, противостояло разуму Божию, то есть Евангелию, превозношение, то есть башня или крепость. И это разрушаем. Слово пленение имеет двоякое значение. Оно означает и потерю свободы, и совершенное пленение, после которого нельзя уже сопротивляться. Павел употребил теперь слово пленяем во втором значении. Не только, говорит, одолеваем и побеждаем всякое человеческое умствование, но и пленяем, что означает совершеннейшую победу. Далее, так как слово пленение тяжело, то говорит послушание Христу, то есть мы приводим в рабство Христа, которое дороже всякой свободы. Покоряем Христу от погибели к спасению, от смерти к жизни. Вспомни о тех, которые сожгли волшебные книги в своей Дефесе. И ты поймешь, как пленял Павел. Второе, Коринфянам 10.6. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Толкование. Здесь и Коринфян усрашает. «Мы, говорит, вас ожидаем, чтобы, когда по наставлениям нашим исправитесь и прекратите общение с клеветниками, подвергнуть наказанию только не из цельностраждущих. Наказание у нас готово, но так как вы имеете общение с ними, то не употребляем его пока, чтобы и вас не коснулся удар». Словами, когда ваше послушание исполнится, намекает на то, что хотя они и теперь послушны, однако несовершенно. Вместе с тем грозно требуют, чтобы и те, и другие исправились, и чтобы никто не подвергся наказанию. «В нас сначала образуются мысли через борьбу худших с лучшими, а потом является превозношение в честь одержавших победу, восстающие против познания Божия, так что приходят в состояние, называемое возбуждением, и вступлением, ибо мышление есть простое и непосредственно действие ума, более представляющее самые вещи, нежели доказательство. И в обольщенных бесами есть, кажется, такие мысли, которые Павел и всякий, водящийся духом его, пленяют послушание Христу». 2 Коринфянам 10.7 «На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы». Толкование. «Не только устрашает обольстителей, но и порицает обольщаемых, поэтому говорит, узнавайте по делам, кто надменен, кто богат, кто прикрывается личиной добродетеля». «Ложные апостолы величались, что они Христовы, и будто бы самовицы слова. По себе сказал вместо, пусть не ожидает нашего против него влечения, но сам размышляет, что именно потому, что он Христов, он не имеет никакого преимущества перед нами, ибо я тоже не могу быть апостолом кого-либо другого, хотя бы и он был Христов». Вот Дофана, Верон, Корея с этого и начинали. «А чем мы хуже? Мы такие же. И кончилось полным крахом. Живем, сошли в преисподнюю». То есть надо понимать, зачем я хуже Павла? То есть они как бы ничего не получили. А я хорошо теперь опыт имею, что если человек благодарен, что он получил, у него дальше идет духовный рост. «А я это знал!» Дальше начинается хамство. Хам, непрерывно хамит и хамит. Ничего дальше не будет. Вот самые благодарные всех, которые отойдут с Геннадием Фаст. Он помнит все, как я стоял на лестнице, подавал краску, с чего он начал, о чем беседовали. А другие вот у нас даже в Потеряевке живет один. А я это и знал до занятий в университете. Знал. Господь как будто отрезает до этого времени, где он, говорит, знал, а на самом деле не знал. И у него ничего нету. Нету пустота. Он думает, что-то имеет, а на самом деле ничего нету. Вот какое дело-то страшное. Я всегда помню, я пришел там, где у Еремеевых, я ничего не знал. Я непрерывно повторяю. Я первый раз получил Евангелие. До встречи с блаженным феопилактом у старообрядцев я ничего не знал. Я не знал толкования. Как беседовать с сектантами, не знал, пока баптистский пресвитер Ульянкин Петр не дал мне книгу «Ревнитель». Непрерывно подчеркиваю, поэтому Бог так обильно, обильно благословляет. Имея это в виду, чтобы не остаться, говорит, как... Но здесь он выразил уступку, поскольку еще прежде показал, насколько он выше. Второе, Коринфянам 10, 8. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде толкования. Не сказал, я имею власть наказывать и умерщвлять, а они не имеют. Но смиренно, если бы и более, и не сказал, если хвалюсь, но если бы стал хвалиться, то есть если захочу, говорит, похвалиться о власти, которую Господь дал нам, опять все это приписал к Господу, а получив я ее от Бога для того, чтобы утверждать в вере, благодетельствуя, а не наказуя. Итак, почему ты сказал, не спровергаем замыслы? Потому что в том и состоит созидание, чтобы разрушать все гнилое и уничтожать препятствия. Итак, каким образом ты угрожаешь разорением, когда не получил на это власти? Преимущественно, я получил созидание. Но если бы кто оказался неизлечимым, то мы воспользуемся и властью на разорение. Итак, если я захочу, говорит, похвалиться тем, что Бог даровал мне больше, так что я имею власть, прежде всего, благодетельствовать, а в случае противления наказывать, не останусь в стыде, то есть не покажусь лжецом или горделивым. Второе кориффионом 10, 9, 11. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Толкование. Каков на словах, таков и на деле. Я мог бы похвалиться, но не думайте, что я устрашаю вас посланиями, как говорят мои клеветники. Он хвалится в посланиях и посылает грозные письма, а в личном присутствии он ничтожен и является не таким, каков в своих посланиях. Но всякий, кто так говорит, пусть знает, что мы не только угрожаем посланиях, но при личном присутствии можем и привести в исполнение своей угрозы. Второе Коринфянам 10.12. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют сами самим и собою и сравнивают себя с собою неразумно. Толкование. Здесь он показывает, что эти хвастуны и слишком много хвалятся собой. И так говорит, что мы не смеем сопоставлять, то есть причислять или сравнивать, то есть противополагать себя тем из них, которые превозносят себя похвалами. Они, говорит, не удостаивают равнивать себя кому-либо из других людей, но измеряют себя самим собой, состязуются между собой и не чувствуют, как смешны они вследствие этого. Как будто сегодня говорит. Вот знаете, читаю благодарную, вот у меня здесь Карьмаев, новый юрист Украины, Игнатов. Он непрерывно подчеркивает, как Марьясов. За встречи с вами я ничего этого не знал. Теперь у меня все изменилось. Он непрерывно растет и растет. Проверяй себя на этом. Или все узнал, и все узнаешь. Ты думаешь, компьютер тебе все даст? Компьютер тебе не даст с того, что Бог дает личное общение. А иначе только будет расти в этот ахамство, не прикасайся. Друзей истинных не будет. Можно читать дальше? Я не хочу хамить, спрашиваю. Ибо каждый, считая себя лучше других, унижает другого. Итак, все являются славными друг перед другом. Они не понимают сами, как это смешно. 2 Коринфянам 10.13 10.13 И мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, как озназначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас толкования. Ибо, хвалясь, они, может быть, говорили, мы достигли пределов земли и обратили вселенную, но мы, говорит, не так. Как между земледельцами разделил Бог виноградники, так и между нами апостолами разделил вселенную. Итак, будем хвалиться по мере удела, какой назначил нам Бог. Какая же это мера? Та, чтобы достигнуть и до вас. Итак, поскольку это наша мера, то мы и до вас хвалимся. 2 Коринфянам 10.14 Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Толкование. Вероятно, ложные апостолы и отправившиеся куда-либо без всякой проповеди хвалятся одним простым пришествием и все приписывают себе самим. Итак, апостол говорит, мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, ибо мы достигли не просто, но благовествованием Христовым, то есть не только пришли, как те, но и с проповедью Евангелия. Комментарий Игнатия Лапкина. Прочитав толкование блаженного феофилакта на это место, трудно ли православным сказать, что они есть лжеправославные. Все, кто не проповедует Слово Божие, лжеправославные, исповедующие совершенно новую религию под именем православия, которую Бог не учреждал. И пока архиерей и пастыри и прихожане не создаются в этом, одежды на покаяние и на спасение нет. Второе Коринфянам 10, 15, 16. Мы не безмерно хвалимся не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Толкование. Показывает, что те хвалятся трудами апостолов и хвалятся безмеры, то есть чрезмерно и чужими трудами. Мы же не так, но достигши до вас, мы смело говорим, что достигли до вас. При этом мы надеемся, без сомнения, на Бога. Ибо Павел не думал выставлять на вид себя, что достаточно научив и умножив веру наше, возвеличимся в вас. Ибо учитель возвеличивается тогда, когда умножает подвиги учеников и с избытком увеличивает свой удел, то есть расширяет ту меру удела, которую он получил. Итак, на что мы надеемся? На то, что и далее будем проповедовать Евангелие. И, может быть, сверх того похвалимся, если принесем им пользу. как домостроитель вселенной слава Иисусу Христу и архитектор, он повсюду называет удел и меру, и чтобы показать, что все это принадлежит Богу, который определяет этот удел и эту меру, приводит и следующее место. Комментарий Игнатия Лавкина. В словаре язычников никогда не значилось слов Христос, Евангелие, проповедь. Как неумело произносят их язык, не приученный к этим животворящим словам. Но как иудеи, так и язычники утешали и воодушевляли друг друга этими словами, будем проповедовать Евангелие. Будучи гонимы и избиваемы, они молились о том, чтобы Бог дал им силы и мудрости. И это дарование Божие выражалось в проповеди. Деяние 4.29 И ныне Господи возри на угрозы и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. Говоря другим о страдании Христа, человек забывает о своих. Итак, будем проповедовать Евангелие. Мы больны, гонимы, но проповедь несет облегчение и излечение, ибо проповедующих благословляет сам Бог, как пославший их на проповедь. Итак, будем проповедовать Евангелие. Итак, будем проповедовать Евангелие. Все время бей, бей в одно место. Когда показывают священникам, это блаженный Пифалак говорит. Да не говорит он, я показываю, но как я его не видел. Поэтому я многократно вбиваю в мозги буквально. Будем проповедовать Евангелие. Откуда это мы взяли? А вот оно говорит. Итак, на что мы надеемся? На то, что и далее будем проповедовать Евангелие. Теперь я вмонтирую это в мозги непроповедующим. Все рушится. Всюду нестабильность, терроризм, угрозы. Как страшно одиноко быть в этом мире без Христа. Приблизим к себе Иисуса послушанием Ему, посылающему нас в мир с проповедью о Его любви. Итак, будем проповедовать Евангелие. И тогда слова Христос, Евангелие, проповедь, сделаются для нас самыми любимыми, объединяющими нас, делающими нас воистину радостными и счастливыми. Итак, будем проповедовать Евангелие. Второе кориффиным 10-17. Хвалящиеся, хвались о Господе. Толкование. Ибо совершая такие дела, мы не хвалимся и не приписываем в них чего-либо себе самим. Но все это и самую веру, до которой достигли, усвояем Богу. Вот чем и они должны хвалиться. Второе кориффиным 10-18. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь? Толкование. Не сказал, мы искусны, но кого хвалит Господь? То есть того, которого действительность труда и подвига благодатью Божию явила достойна. Второе кориффиным 11-1. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне». Толкование. Намереваясь начать речь о своих собственных похвалах, он сделал много оговорок, избегая того, что есть оскорбительного для других собственных похвалах. к этому побудила его необходимость и опасения, чтобы не послужило во вред учеников, и если самого его станут презирать, а лжеапостолов считать людьми, имеющими какое-то значение. ибо и для весьма непонятливых ясно, что он пришел сюда по настоятельной нужде и ради пользы своих учеников, ибо таким образом стал бы без надобности хвалиться самим собой, тот, кто помнил прежние заблуждения, от которых он избавился через крещение, кто признавал себя недостойным апостольского звания, итак, он говорит, о, если бы вы несколько были снисходители к моему неразумию, а вы очень снисходите, ибо я убежден, что вы любите меня, и во всем снисходите мне. 2 Коринфянам 11,2 Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Толкование. Не сказал люблю, но чтобы выразить гораздо сильнее ревную, ибо ревность является у людей пламенно любящих. Потом, чтобы не подумали, что он ревнует о них по каким-то человеческим побуждениям, ради денег или славы, присовокупляет ревностью Божией, ибо сказано, что и Бог ревнует, чрезмерно возлюбив нас, не для того, чтобы получить какую-либо выгоду, но чтобы спасти нас, приведя в общение и единение с собой. Такова, говорит, и моя к вам ревность. Она проистекает не из того, чтобы мне получить прибыль, но чтобы вы не погибли. Я обручил вас, говорит Христу, и так, за него ревную, а не за себя самого, ибо я не муж, а друг жениха. Смотрите же, он не сказал, я ваш учитель, и потому вы должны держаться меня, но их поставил на место невесты, а себя на место друга жениха, придавая им более значения. Нечто дивное он приписал церкви, ибо в мире после брака не остаются девами, а здесь и не бывшие прежде девами после всего брака становятся девами. Таким образом вся церковь есть дева, ибо Павел говорит это всем и мужьям и женам. Что же он обещал в приданное Царство Небесное? Подобное сему было у Авраама, когда он послал раба, чтобы тот сосватал сыну невесту единоплеменную. Бытие 24 4. Ибо и здесь Бог послал служителей своих, пророков, чтобы обручить церковь сыну своему Христу. Как например Давида, который говорит «Слышь дущель и смотри и преклони ухо твое» Псалом 44 11. И апостолов например Павла, который говорит «Мы посланы именем Христовым». Итак настоящее время есть время обручения. Будущее же время брака, когда раздаться голос «Вот жених идет» Матфея 25 6. 2 Коринфянам 11 3 «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей привестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Толкование «Ибо хотя погибаете вы, но боюсь я, не открывает вы будете повреждены, хотя они были уже повреждены, но выразил это неопределенно. Боюсь, чтобы ваши умы не повредились, ибо и тот обольстил обещанием лучшего, и лжеапостолы, восхваляя себя и говори вам нечто великое, прельщая своей хитростью. Но как ни хитрость змея, ни простота Евы не были достаточны для ее прощения, так и вам оно не будет на этом основании даровано. Не сказал же, что Адам был прельщен, чтобы показать, что прельщаться свойственно женщинам. И не сказал, чтобы вы не прельстились, но ваши умы не повредились, по-славянски не растлились, употребив образ растления, ибо слово растление употребляется по отношению к девам. Чтобы не повредились, уклонившись от простоты во Христе, то есть, чтобы вы не прельстились вследствие своей простоты. Некоторые толкуют так, чтобы вы не уклонились от простой веры в жестокость внешних неверующих, ибо это составляет величайшее растление. 2 Коринфянам 11.4 Ибо если бы кто придя начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Толкование. Что ты говоришь, Павел? Послание Галатам ты писал, если кто благовестит вам, кроме того, что вы приняли до анафема будет 1.8 Как же теперь говоришь, что если бы они проповедовали другого Иисуса, то уместно было бы снисхождение ваше? Итак, слушай. Жапостолы хвалились, будто они приносят более истинных апостолов. Итак, поскольку они говорили много неразумного, пользуясь внешней мудростью, то апостол говорит, «Если бы они проповедовали другого Христа, которому надлежало быть проповедану, на которого мы оставили без внимания, то уместно было бы снисхождение ваше, ибо для этого Он прибавил, которого мы не проповедовали. Если же члены веры те же самые, то что нового у них? Замечай далее, не сказал, если бы кто пришедший начал больше чем-либо проповедовать, ибо они говорили несколько больше, с большей заносчивостью и с большей красотой речи, но проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и для этого нет надобности в украшениях речи, или если бы вы получили иного духа, то есть если бы Он обогатил вас более духовными дарованиями, которые не нуждаются в словесных хитросплетениях, или иное благовествование, которое должно заключаться везде Он показывает, что должность не сходить не в этом случае, если только говорят несколько лучше, но если говорят то, что должно было быть сказано, но о чем мы умолчали, смотри, другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого мы не получили, или иное благовестие, которого итак, если они говорят то же самое, то для чего вы с такой жадностью слушаете их? И поскольку они говорят то же, то зачем ты, Павел, препятствуешь им? За тем, что употребляя притворство, они вводят новые догматы. Все. ?